Музыка 20 лет назад это был очень значимый такой отрезок времени, очень важная дата в жизни православных христиан и якутской епархии, ну и, конечно, в первую очередь, такого западного региона или западной части Якутии, или якутской епархии. Но мне хотелось бы обратить внимание, в первую очередь, на то, что предыстория появления самого храма, она, естественно, началась немножко значительно раньше. В 93-м году, в начале года, у нас состоялось первое собрание, вот, потому что надо было регистрировать общину, и на этом собрании меня выбрали старостой, и мы впервые, еще не было якутской епархии, зарегистрировали общину. Ну, естественно, община росла, деятельность общины была не только такой вот религиозной направленности, духовной, но и социально-просветительской. К лету 94-го года, значит, мы совместно с казаками выкупили домик, были собраны средства, в том числе и администрация нам помогла, и на улице Гагарина мы выкупили домик и начали его готовить. Вот первый отпуск свой, ну, не первый отпуск, который я провел здесь, в Мирном. То есть я ушел в отпуск и полностью занимался, отдавал строительству этого, так сказать, будущей церкви. Было принято решение, что в городе Мирном, который является центром алмазодобычи Российской Федерации, должен стоять красивый, современный, настоящий, ну, в какой-то мере канонический, естественно, храм. В 1996 году, в июле месяце, город Мирный посетил патриарх Московский в Северной Руси Алексей Второй, вот и в тот момент, в момент посещения патриарха Алексея Второго был заложен наш свято-троицкий храм. И я помню, как крестный ход шел, встретили мы там, на Гагарина патриарха, оттуда пошли, значит, крестным ходом через весь город. Ну, в общем-то, весь город собрался на это мероприятие, и все. Патриарх обходил всех, поздравлял, значит, спрашивал, делился, благословлял детей, взрослых. Ну, вот в 2000 году, слава Богу, храм был построен, и я не погрешу, если скажу, что стал, конечно, своего рода таким центром не только духовной жизни, только религиозной жизни, но стал, конечно, центром такой культурной жизни, социальной, миссионерской, духовно-просветительской. Вот все вот эти направления, которыми церковь изначально за всю свою историю занималась, вот мы прикладывали все усилия, то есть я говорю не только о себе, а о всех священнослужителях, которые за этот период служили в нашем храме или служили до того, как наш храм появился, но возглавляя Свято-Троицкий приход, вот всячески прикладывались усилия для того, чтобы духовная, социальная, просветительская жизнь нашего прихода, она была насыщенной, была нападной. Я внимательно, конечно, наблюдал и неоднократно приезжал, когда строился храм, но я, конечно, не ожидал, что он будет действительно такой красивый, такой уютный. Я вчера, когда вошел впервые в этот храм, конечно, разные чувства, чувства очень трогательные, и, конечно, чувства умиления, чувства, прежде всего, призначности к Богу, чувства удивления, потому что в нашем северном горе, где никогда не было церкви, и вдруг такой красивый, благолепный, уютный храм. Все параллельно создавались общины, росла, так сказать, и ширилась эта православная жизнь. И вот так вот в Западной Якутии мы первые в Якутии, откуда началось православие, в новой истории. Наверное, если опять же окунуться и посмотреть в историю, при участии первого настоятеля Свято-Троицкого прихода, отца Дмитрия Паваляева, были сформированы и начали такую свою полноценную жизнь практически все ближележащие приходы. Поэтому Мирный, вновь повторюсь, дал импульс к определенной жизни, ну, конечно же, религиозной жизни, всех близлежащих ныне существующих приходов. Это и поселок Алмазный, это и поселок Орлах, это и две часовни, которые есть на территории города Мирного. Ну, а с другой стороны, как мне тоже зачастую задают вопросы, а какую пользу, вот помимо того, что вы собираетесь в храме, помимо того, что вы молитесь, какую пользу обществу приносит церковь. С самого начала существования нашего прихода и до меня настоятели, вот сейчас мы стараемся вести такую социальную благотворительную деятельность. Вот одно из таких направлений – это сбор и раздача вещей. Но здесь есть определенные, конечно, трудности. Трудности связаны, в первую очередь, с тем, что город Мирный, в принципе, на фоне остальных населенных пунктов, тем более на территории Республики Саха-Якутия, это довольно очень благополучный населенный пункт. И когда вот наши активисты, наши волонтеры, которые занимаются этой работой, дают объявления из 10 звонков, 8 звонков, куда принести и только 2 звонка, где взять. Вот поэтому, естественно, появляются определенные проблемы с реализацией этих вещей, поэтому вещи мы раздаем не только в Мирном. Мы стараемся, или наши волонтеры стараются развозить эти вещи и по социальным учреждениям, и в близлежащие населенные пункты, вот там, где подлинные, по-настоящему люди нуждаются в этих вещах. Дорогие мирницы, от души хочу поздравить вас с знаменательным праздником с 20-летия нашего храма, слава Богу, милостью Божией довелось мне стоять у истоков прихода города Мирного. И сегодня, конечно, отрадно видеть плоды трудов, и моих трудов, и последствующих настоятелей. И, конечно же, хотелось в этот день побыть вместе с вами, но время сейчас такое нелегкое. Дай Бог пережить его милостью Божией. Прошу ваших святых молитв. Я здесь также не забываю и вас, и молюсь за весь наш приход. Хотелось бы особо вспомнить некоторых людей. И Сергея Николаевича Долгих, и отцу Владимиру Низкий Поклон, который сейчас несет труды в этом храме. Храм, слава Богу, разрастается, и уже школа построена, и приход уже, так сказать, состоявшийся. Конечно, мне сейчас волнительно тоже вспоминать это все, говорить об этом. Но, тем не менее, по милости Божией, мы трудимся здесь, в молитвах. Прошу у вас молитву о мне грешном. От души всех вас поздравляю. Не могу не вспомнить и человека, благодаря которому этот храм стоит на месте. К сожалению, он ушел из этой жизни. Но я всегда вспоминаю его, как твердого хозяйственника. Я сейчас веду речь о Льве Алексеевиче Сафонове. Светлая ему память. Дай Бог побольше нам таких руководителей. С праздником вас, ангела-хранителя. И дай Бог, чтобы по слову Господа, как он сказал, созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Дай Бог, чтобы Господь был всегда с вами, под покровом Матери Божией, и под покровом живоначальной Троицы, в честь кого и назван наш приход. С Богом, ангелом, всем хранителем. Одно из таких очень серьезных направлений, за что мне хотелось бы выразить слово благодарности, наверное, тому человеку, кто стоял у Истокова. Это отец Серафим, игумен Серафим Рожко, который на данный момент является настоятелем Андреевского монастыря. И появление, конечно, нашей православной гимназии, которая является, ну, такой вот изюминкой, наверное, вообще на территории нашей республики. Потому что на сегодняшний момент это единственное православное, такая полноценное образовательное учреждение, общеобразовательное учреждение. Вот уже прошло несколько выпусков нашей гимназии. Гимназия начала функционировать у нас с 2005 года. Ну и основную задачу, которую ставит в том числе администрация нашей гимназии, это в первую очередь воспитание человека. Это не только качественное, хорошее образование, которое у нас на хорошем уровне, о чем свидетельствуют экзамены ОГЭ и ЕГЭ. Ну и в первую очередь, конечно, формирование внутреннего человека. Одним из таких серьезных проектов, который берет начало и имеет отношение к нашему Свято-Троицкому храму или к Свято-Троицкому приходу, к нашим людям, это, конечно, общественная организация, она именуется за жизнь, у нее несколько направлений работы, таких социально- и духовно-просветительских. Но вот, наверное, одно из самых важных направлений работы – это свидетельство о ценности человеческой жизни. Одни из таких, может, видимых плодов деятельности нашей организации – это то, что совместно с администрацией муниципального образования Мирненский район, совместно с Мирненской центрально-районной больницей, совместно с нашим Свято-Троицким приходом и организацией за жизнь, у нас в женской консультации появился кабинет психолога, ну или, как его более правильно называть, кабинет предабортного консультирования. Вот, каждая женщина, которая намеревается сделать аборт, она должна пройти через психолога. Вот, естественно, задача психолога, конечно, наверное, задача максимум – постараться донести до женщины о том, что, ну, с одной стороны, аборт – это убийство, а с другой стороны, что вот те проблемы, которые толкают женщину на вот такой вот шаг, эти проблемы, они не исчезнут, если мама убьет свое чадо, сердце которого бьется у нее под сердцем. Вот, ну, а если женщину толкают какие-то материальные трудности, естественно, мы со своей стороны старались всячески приложить усилия, в том числе и помочь финансами для того, чтобы где-то финансами, где-то помогали устроиться на работу. Поэтому такая деятельность ведется, она продолжается, за что, конечно, низкий поклон и огромные слова благодарности вот тем волонтерам, которые у нас трудятся в таком вот направлении. Появилось определенное желание сделать что-то для города, ну, потому что есть определенная категория православных христиан, которые, ну, например, не созрели по тем или иным причинам, ну, просто человек не понимает, зачем, для чего нужно ходить в храм, что мне может дать храм, то есть у него еще нет этого опыта, этого сопереживания. Вот. И, собственно, во всей Русской Православной Церкви делается по этому поводу всевозможные мероприятия не внутри храма, но в храмовой ограде, на улице, на территории храма. Вот один из таких проектов – это на Рождество, когда мы делали определенные детские праздники, вот. Ну, и главными организаторами как раз у нас выступали активисты вот нашей организации «За жизнь». Началось все с Дня защиты детей, с 1 июня. Основной акцент мы, не знаю уже, как у нас получалось, но мы все-таки старались сделать не на веселье, то есть веселье бесспорно было на улице, на территории в храмовой ограде, но пытались внести какую-то изюминку, и эта изюминка была важна в том, чтобы познакомить те детишек, а большинство все-таки детишек, процентов 80-90, которые посещали этот праздник, это детишки, которые так или иначе связаны с православной верой. Это детишки, которые крещеные, но абсолютно не просвещенные. И через такие сторонние мероприятия мы хотели, старались, или, по крайней мере, имели намерение, желание детишек просвещать. То есть они заходили в храм, они подходили ко мне, как к священнику, задавали вопросы. То есть нужно было видеть глаза детишек, и та радость, когда они поднимались на колокольню, первый раз просто побывав в таком, ну, в какой-то мере сакральном месте, первый раз ударив колокол, почувствовав себя в качестве звонаря, и выходя или уходя после этого из храма, когда несли, вот я более чем уверен, выносили, забирали с собой частицу доброго, светлого, вечного, что бесспорно присутствует в храме. Наверное, один из таких очень ярких проектов, который прошел у нас на территории практически всей Западной Якутии, начался он с Мирного, а был охваченный Мирный, и Айхалы удачные, светлые, Чернышевский, город Ленск. Это визиты в город Мирный, ансамбль Валам. Первый раз услышал пение в монастыре на службе, это одно, а когда еще просто вот так вот в свободном, так сказать, общении ребята, четверо человек спели, первая мысль, которая пришла, это должны услышать в Мирном. Мирненцы, естественно, большинство мирненцев с ними знакомы, если не ошибаюсь, около восьми раз они приезжали к нам, давали концерты, и практически всегда был, ну, вот просто аншлаг. Но тем не менее, когда приехал хор, когда он дал концерт, фурор был просто потрясающий. Вот, и здесь тоже был очень важный момент, потому что ребята знакомили с одной стороны с такой культурой духовной, религиозной культурой русского народа, вот, или наших народов, русской православной церкви, и вообще не только русской, там были песнопения греческие, сербские, грузинские, вот, ну, и с традицией вообще нашей культуры, потому что в том числе и в советский период, и, естественно, до советского периода, классическая культура, это была та культура в основе, или фундамент которого составляли православные ценности, потому что православие, хотим мы того или не хотим, но это является культура, образующая религия в Российской Федерации. Поэтому вот этот проект, он, конечно, был таким очень ярким, очень запоминающимся, и где-то нам не хватает ребят, которые за это время, ну, стали даже где-то приятелями, друзьями. Вот другой, наверное, очень важный проект, в котором мы осуществляем совместно с администрацией муниципального образования Мирницкий район, совместно с управлением образования, на базе нашей православной гимназии, это рождественские чтения. Вот, ну, задача собрать педагогические коллективы, не только педагогов, но каких-то активистов, волонтеров, работающих, может, какими-то социальными проектами, с молодежью, объединить этих людей, которые переживают и заботятся о духовно-нравственном воспитании нашего подрастающего поколения. Вот и в рамках рождественских чтений у нас получалось тоже приглашать очень интересных людей. Ну, для России и для православного человека, конечно, это очень серьезно. В Москве на встрече с такими людьми собираются порой тысячи. Ну, и на будущее, конечно, есть идеи, есть люди, которых мы хотели бы пригласить, которых бы хотели видеть. Хотелось бы еще обратить внимание на ряд церковно-общественных мероприятий, которые проходят в нашем храме или при тесном сотрудничестве и участии нашего Свято-Троицкого храма и православной общественности города Мирный. Наверное, одно из самых популярных и массовых – это, конечно, крещенские купания. За что мне хотелось бы выразить отдельные огромные слова благодарности администрации муниципального образования «Город Мирный» за поддержку, за помощь и, конечно, за львиную долю организации и подготовки крещенских купаний, организации самой проруби и сопровождения этих купаний. Ну и, конечно, множество организаций – это МЧС, и полиция, и медики, и многие другие, которых я даже сразу так не вспомню, и казачество местное, кто принимает самое непосредственное участие. И, конечно, мне, как священнику, я там нахожусь в течение нескольких часов после освящения, очень отрадно видеть те эмоции, когда благодарят за то, что у нас в городе Мирном есть тоже такая возможность. Также в течение нескольких лет у нас в городе Мирном стала довольно уже устоявшаяся традиция общегородской крестный ход на праздник Троицу. Как правило, этот крестный ход возглавляет наш архипастер, архиепископ Якутский Еленский Роман, за что ему, конечно, отдельное спасибо. Крестным ходом мы проходим от Свято-Троицкого храма к главной площади города Мирного. По окончании крестного хода у нас всегда происходит небольшой концерт, хоровод вот несколько раз был. Ну и потом благотворительное угощение. Здесь нас всегда поддерживают и помогают казаки. Это каша, это чай, это булочки, которые мы раздаем с помощью, в том числе и предпринимателей города Мирного, которые помогают или снабжают нас вот этими хлебобулочными изделиями. Вот. Ну и на что еще хотелось бы обратить внимание, это тоже не первый год, не только город Мирный, но и весь Мирненский район, все Мирненское благочение. Мы доставляем благодатный огонь из города Якутска. Вот тот самый огонек, который возжигается или возгорается в храме гроба Господня в Кувукле, в том самом месте, где некогда Господь был погребен и потом в конечном итоге воскрес. Одним из проектов нашего прихода являются паломнические поездки, которые мы организовали от нашего Свято-Троицкого храма. И это, как правило, были поездки на Святую Землю, во Святой Град Иерусалим, их уже было шесть. Вот людям это очень понравилось. Я сам себе задавал вопрос, когда и мне тоже люди задавали, «Слушайте, ну что вы туда постоянно ездите?» Ну съездили, ну посмотрели. Но паломничество, оно кардинально отличается от туризма тем, что турист приехал, посмотрел и уехал. А паломничество – это возможность погрузиться или прикоснуться к тем библейским и евангельским местам, где проходила библейская и евангельская история. Ну и второй, наверное, очень важный момент, который важен для меня, наверное, как для настоятеля – это то, что подобные поездки, они объединяют людей. Особо хотелось поблагодарить нынешнее руководство акционерной компании и лично Сергея Сергеевича Иванова за вот тот подарок к 20-летию нашего храма – православный культурно-просветительский центр, где будет возможность не только у нашей прихожан, но и у жителей города приобщаться к основам, к истокам нашей веры, потому что храм – это место, где мы общаемся с Богом. А культурно-просветительский центр, или как его еще называют, приходской дом – это то место, где христиане имеют возможность общаться друг с другом и реализовывать, как задумывать, так и реализовывать определенные духовно-просветительские и социальные проекты. Дорогие мои жители города Мирного, 20 лет назад был освящен Труицкий храм, который сейчас находится в центре города и является его духовным украшением и духовной ценностью. 20 лет – это большой период возрождения общины, потому что до этого храма не существовало. Были носители веры, одинокие, с горячими сердцами, которые приезжали осваивать эти месторождения. А вот организационный, как приход, как общество религиозное, как организация, все это сформировалось 20 лет назад. Поэтому рождение храма, появление храма через созидание общины приносит и свои правильные и необходимые дела – просветительские, социальные, конечно же, душепопечительские, но и, главное, молитвенные. Когда в этом святом храме собираются люди, молятся о себе, о своих ближних, и, конечно, о городе. О городе звучит молитва ежедневно в храме. Я радуюсь тому, что храм наполнен молящимися. Я радуюсь тому, что есть гимназические литургии. Я радуюсь тому, что храмовые традиции возрождаются. Совсем недавно была возрождена традиция и крестного хода в престольный день. И все это говорит о том, что храм живет и правильно живет, и правильно действует. Я благодарю священников за их ревностное служение, всех меценатов и благотворителей, без которых невозможно такой храм содержать в чистоте, красоте и духоносности. С праздником, с маленьким, но юбилеем поздравляю вас. Учитывая, что у нас такой вот юбилей, 20-летие нашего Свято-Троицкого храма, поэтому мне хотелось бы, конечно, выразить огромные слова благодарности всем нашим архипастерям, которые посещали город Мирный, которые уделяли свое внимание в православной жизни или такой духовной жизни в городе Мирном, в нашем Свято-Троицком храме. Мне хотелось бы выразить огромные слова благодарности руководству всему коллективу акционерной компании «Алроса». Без поддержки акционерной компании, конечно, не появилось бы, наверное, самого храма, потому что именно при поддержке акционерной компании «Алроса», при поддержке руководителей, вот, в первую очередь, мне хотелось бы, наверное, отметить Штырова Вячеслава Анатольевича. Мне хотелось бы поблагодарить и нынешнее руководство акционерной компании, лично Сергея Сергеевича Иванова за ту поддержку, которую акционерная компания оказывает нашему Свято-Троицкому приходу, многим приходам, многим храмам, которые расположены на территории Мирненского района. Я сердечно поздравляю всех причастных к появлению Свято-Троицкого храма, всех тех, кто вынашивал эту идею, кто реализовывал эту идею, кто финансировал, кто строил, кто молился о том, чтобы храм появился. Я сердечно поздравляю, сердечно благодарю всех тех трудами, которых наш храм появился. То есть, если бы не было людей, в конечном итоге не было бы храма, просто в нем не было бы нужды, что нашими совместными усилиями мы будем увеличивать, приумножать то богатство. Ну, богатство – это, в первую очередь, люди. Это те ценности, которые мы можем подарить человеку, которые мы можем привить человеку, наши духовно-нравственные ценности. Мы будем приумножать и реализовывать те духовно-нравственные, просветительские, социальные проекты, которые есть в нашем Свято-Троицком храме. Ну и самое главное, наверное, один из важных моментов – приумножать нашу общину. Вот и не только приумножать. Вот пусть она растет, вот и не только растет, но чтобы количество, очень важно, переходило и преобразовывалось в качество. КОНЕЦ КОНЕЦ